Дни назад был конфликт с коллегой, да? И вам неприятно, в принципе, этого человека видеть. Подумайте, ну какие недостатки он проявил в себя, он проявил в конфликте? Ну первое, наверное, раздражительность. Он сказал вам несправедливые слова. Он вас критиковал публично, что было обидно. Вы старались, вы сделали проект, и вдруг такая критика, незаслуженно. Может быть, он самоутверждался на вас. Может быть, он конкурировал с вами. Все это, конечно, неприятно. Но для того, чтобы поддерживать долгосрочные отношения, в первую очередь, нужно вспоминать о преимуществах сильных, интересных для нас, качествах даже того человека, который нас критикует. Ну первый момент, который мне бы хотелось отметить, с позиции позитивного подхода, который дает нам оптимизм, просвещенный оптимизм, о котором сейчас говорят. Критик указывает нам на наши ошибки. Критик, по сути дела, заботится вообще, честно говоря, о нашем профессиональном совершенствовании, о нашем развитии. Человек, который проявляет раздражение, как правило, открыт. И, честно говоря, я в этом вижу огромное преимущество. Он не ударит в спину, он не досидит до этого политического момента, он сразу говорит то, что ему не нравится. Человек, который возбужден, также открыт, и, как правило, мы лучше его понимаем, потому что он искренне выражает свою точку зрения. Посмотрите, сколько преимуществ. Ну, а главное это, мое резюме, сейчас по этой ситуации, то, что критик и тот, кто, в общем, оценивает нас не очень позитивно, заботится о нашем развитии дальше. Мы же знаем, например, клиент, да, полюби возражение клиента. Возражение клиента нужно любить. Клиент нас развивает, клиент заставляет нас, да, осваивать новое. Если нет возражений, нет интереса к нашему товару или к нашей услуге, к нам самим, возражение развивает бизнес. Посмотрите, сколько преимуществ, да, у критикующего, требующего клиента, требовательного клиента. Так же и здесь. Но еще один есть момент. Мало того, что мы недовольны, и нам неприятно, по-человечески это понятно, когда нас критикуют, но мы еще занимаемся интересной такой внутренней работой, когда мы критикуем сами себя. Мы что-то сделали, мы выложились в разработке проекта, мы доложили, презентовали этот проект, и вроде всем понравилось. Мы приходим домой и начинаем себя критиковать. Вот это плохо, вот это я не доделал, вот тут я поспешил, вот тут, скорее всего, ошибка. И мы засыпаем вечером с тяжелым чувством, я заметила, клиенты иногда так говорят, и вообще я никто, и имя мое никак. То есть мы уничтожаем себя до конца. Правильно ли это? Но с позиции позитивного подхода абсолютно неправильно. Конечно, мы знаем о своих недостатках. И если мы на какой-то период их забыли, вспомните, пожалуйста, как нас ругали в детстве, мама нас критиковала, или бабушка, да, или первая учительница, или в институте. А если вам так повезло, что и мама не критиковала, только подхваливала, и первая учительница хвалила, и в институте нас хвалили, то, конечно, найдется близкий человек, пусть это будет супруг, супруга или ребенок, который, наконец-то, начинает нас критиковать, да. Конечно, вот эти свои недостатки мы, честно говоря, помним или нам напоминают о них. Но, если мы помним только о недостатках, возникает неуверенность, тревожность, ничего не хочется делать, и это нам невыгодно, поскольку мы стремимся к успеху. Давайте думать о своих преимуществах, о сильных, таких же ярких, выигрышных сторонах. Ну, например, да, каждый недостаток свой можно перевести в достоинство. Например, да, наше чувство вины. Вот мы испытываем чувство вины. Честно говоря, это недостаток. Но посмотрим на это со стороны достоинства. Это высокая требовательность к себе, раз. Это стремление работать лучше и лучше. Это способность выкладываться, чтобы чувствовать, что этот успех действительно по-настоящему заслуженный. Бывает так, что человек говорит, нет, с чувством вины у меня все в порядке. Но я боюсь, я очень боюсь выходить в центр. Я боюсь вообще любых публичных выступлений. Я вижу в этом такое преимущество. Это зона ближайшего развития. Я всегда говорю, выходите чаще в центр. На тусовках корпоративных рассказывайте анекдоты, какие-то забавные истории, чтобы привыкнуть к этой публичной роли. Я заметила такую особенность. Когда человек сначала боится выходить в центр, а потом все-таки преодолел себя, он очень интересные вещи рассказывает. Он очень глубок, потому что он преодолел себя. И то содержание, которое появляется из него, не только профессиональное, но и личное, личностное, всегда интересно другим. Потому что всегда другим людям интересно то, как живет другой человек, и как он преодолевает трудности. Я еще заметила такую особенность. Иногда в группах люди говорят, вы знаете, есть еще одно качество, и у меня оно есть. Это лень. Чаще всего об этом говорят женщины. Я спрашиваю, а во сколько вы встаете? Ну, в 5-6 утра. А что вы делаете? Я работаю. А после работы, вы знаете, я помогаю родителям мужа, помогаю своим родителям, детям, мужу. Я говорю, и вы говорите, что я ленивая про себя? Женщина говорит, ну да, вообще, честно говоря, я думаю, что, наверное, я ленивая, могла бы работать больше. На самом деле, к лене тоже нужно хорошо относиться. Барбара Быльска, например, говорит, что ленивая женщина – это женственная женщина. Ленивый человек, это уже говорят мужчины, это человек, который строит цивилизацию, да, который думает не то, как это интенсивно сделать, а как это сделать более оптимально, да, логистически правильно. Ленивый человек, как правило, это хороший философ. Вспомним нашего Обломова, который лежал на диване, и на основе его жизни построен целый роман классический, да. Ленивые люди, наконец-то, добрые люди. Ленивых людей больше любят в нашей культуре, потому что они добрые, они позитивные, они расслабленные, мягкие, нежели трудоголиков. Пока наши, пока мы не очень привыкли к тому, что человек работает, не жалеет себя, он жесткий, женщина становится жесткой в бизнесе. Ну, я думаю, конечно, наступит время, когда и к этому мы привыкнем, но посмотрите, какую оду я спела такому качеству, как лень. Поэтому утром, вместо того, чтобы ругать себя, и вечером, вместо того, чтобы ругать себя, нужно, конечно, сказать себе, какие сильные качества у меня есть, да, какие выигрышные преимущества я сейчас буду продавать в бизнесе, а вечером нужно сказать, что я сделал или сделала в течение дня, и, конечно, похвалить себя за энергию, за ту интенсивность, в которую мы себя кидаем сейчас, в настоящее время. Я делаю вывод. Итак, дорогие друзья, позитивный подход, честно говоря, это технология просвещенного оптимизма. Это не тот оптимизм, когда говорят, все хорошо, да, подумайте только о хорошем. Нет. Это то, что мы знаем, что не все хорошо. В каждой ситуации, в каждом человеке, и в нас тоже, есть трудные, тяжелые стороны, но в каждой ситуации есть радостные, легкие особенности, условия, да. Будем помнить о том, какие бывают преграды, и будем стараться их преодолевать. Ну, и будем помнить о том, что энергия, работоспособность, уверенность в себе появляется тогда, когда мы выделяем свои собственные преимущества, когда мы общаемся с другим человеком, выделяя его преимущества. Ну, и, честно говоря, мы не выгораем в трудной, сложной ситуации, непреодолимой, да, пробка, например, да, или деньги в долг мы дали. Когда мы помним, что это тоже жизненный или профессиональный урок, и, может быть, в перспективе, да, через 5 лет, через 20 лет мы будем вспоминать эту ситуацию с благодарностью, потому что она заставила вырастить в себе новую компетентность, новое качество. И действительно, как поет Андрей Макаревич, наш бард, трудности нас делают сильнее. У нас есть еще один файл, где энергетика...